Сборы спасателей на срочный вызов оперативные. Сегодня утром на улице Улан-Баторска-Иркутска произошел пожар. Его потушили сотрудники самой крупной части в Прибайкалье. Рабочий день начался в 7 часов. Рано утром одна из главных задач – проверка техники. Перед заступлением на боевое дежурство делаем проверку номер один. Проверяем сначала исправность маски. Значит, смотрим обтюратор, панорамное стекло, ремни. Проверка номер один закончена. Значит, аппарат исправен. Теперь результаты надо занести в журнал проверок номер один. Специалисты устраняют не только пожары, но и последствия паводков, наводнений, землетрясений, производственных аварий, техногенных катастроф. К примеру, этот автомобиль используют для обработки после вспышек инфекций. Технику даже применяли в Италии для борьбы с коронавирусом. Сейчас эта машина работает и в нашем регионе. Находится специальный ствол-щетка для выполнения специальной обработки техники. Помещений, сооружений, рукава высокого давления с быстросъемами. Всего в этой части 40 единиц спецтехники. Есть беспилотная группа. Расширенный штат сотрудников разделен на несколько служб. Медико-психологическую, радиационно-химическую, кинологическую и другие. Закончена реконструкция и строительство нашего подразделения. Введены в эксплуатацию дополнительные боксы под резервную технику, что позволяет более быть мобильным, готовым к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и к выдвижению в ту или иную точку, как субъекта Российской Федерации Иркутской области, так и ближайших субъектов. Здесь оборудовали и места отдыха для личного состава. Кухню, спальные комнаты. Есть и укомплектованный спортзал. В помещениях установлена сигнализация. Это значит, что спасатели узнают о выезде на пожар из любой точки. В целом, часть начали строить еще в 1989 году. Называют ее спецназом МЧС. За эти годы подразделение участвовало в ликвидации последствий крушений самолетов, аварий на Саяно-Шушенской, ГЭС, крупных лесных пожаров. В последние годы здесь построили новые здания и обновили автопарк. Их проверил лично губернатор Игорь Кобзев. Эта часть имеет свое место, свою дислокацию, свое имущество, зону хранения, которая выполняет должна точно качественная задача. Со стороны сегодня МЧС и правительства Иркутской области мы создали условия. Теперь профессиональная подготовка. Я думаю, что все областные подразделения будут здесь же также проходить такие тесты на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Глава региона отметил, у сотрудников будет возможность посещать лечебную физкультуру. Кроме того, скоро здесь расположится студенческий отряд. Планируют создать тематический учебный класс для тех, кто мечтает стать спасателем. Дарья Макарова, Константин Синицын. Новости сейчас.